Серьезно, мам? Я в школу опоздаю. Ты не пойдешь сегодня в школу. Хочешь, чтобы я прогуляла контрольную по математике? Ого! Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Твоя учительница по математике в реанимации, как и половина твоего класса. Ночью с отравлением в больнице поступило более тысячи человек. И число растет в геометрической прогрессии. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В регионе? Включи новости, Кира. Что происходит? Что это, мам? Я не знаю. Могу только догадываться. Но мои догадки тебя не обрадуют. Теперь сделай, что я прошу, пожалуйста. Сначала закрой все окна и двери. Наглухо. Убедись, что все закрыто. Все до единой форточки. Ни в коем случае не используй воду из-под крана. Кира! Я собиралась чистить зубы. Только не проточной водой. В кладовке стоит бутилированная. И еще кое-что. Никого не впускай в квартиру. Ни друзей, ни соседей, ни сантехников. Никого, понятно? Почему? Я хотела Лину позвать. Мне одной страшно. Нет, детка. Лина тоже здесь. И ей очень плохо. Что с ней? Мам, можно я приеду к тебе? Пожалуйста. Нет. Ты останешься дома и будешь ждать меня. Моя смена закончится в половине двенадцатого. Я слышу сирены на улице. Они эвакуируют людей? Там толпы народа. Объясни мне, в чем дело? Кира, по всей вероятности, это не отравление. Заражение. Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период шесть-восемь часов. Что за болезнь? Если бы я знала. Нам мало что известно. Мы видим только то, что происходит с заразившимися. Что с ними происходит? Что с Линой? Мам!